Четыре команды сразились за обладание Кубком детского турнира по хоккею, посвященного 70-летию производственного объединения «Старт». На ледовую площадку спортивно-культурного комплекса «Союз» вышли Нижнеломовские «Волки», Шторм из Маршанска, Пензенский легион и Заречные бобры. Это турнир по инициативе Сергея Ильича Байдарова был организован. Первый детский турнир, посвященный 70-летию предприятия. И надеемся, что он будет традиционным. Очень приятно, что вот такие молодые хоккеисты с таким удовольствием в школьные каникулы приехали сюда. Я понимаю, что это их любимое занятие, но с каким азартом мы не боролись, за наш кубок дорогого стоит. Детский хоккей развивается по всей России и Пензенской области в частности. К сожалению, в Заречном вынужден констатировать, все-таки возраст, который сейчас был детей 10, 12, 11, 13 лет, все-таки их немного занимается. Это именно командный вид спорта, который дружбу, взаимовыручку поддерживает, чтобы наши дети тоже приходили играть в хоккей. В течение двух дней в Ледовом дворце Заречного шла бескомпромиссная борьба. Команду оспаривали первенство с упорством, не уступающим взрослым участникам чемпионата России. Итог турнира был непредсказуем и стал в какой-то степени неожиданным. Турнир отличался тем, что команда, которая ни разу не победила в турнире, ну в смысле вот между командами играли там в туре, заняла третье место, одержав победу за третье место. То есть с нулем очков. Вот это интересно было. А так ребята показали очень добротную и хорошую, зрелую игру, потому что я уверен, что среди них найдутся те, которые пойдут дальше в развитии, пожелать им дальнейших спортивных успехов и спортивных достижений. Первый детский хоккейный турнир, прошедший под эгидой производственного объединения «Старт», завершился победой гостей. Золотые медали и кубок заслуженно получила команда «Волки» из Нижнего Ломова. Серебряным призером стал маршанский «Шторм» – третье место у Пензенского легиона. Хозяева площадки «Бобры» уступили гостям Заречного и заняли четвертое место в хоккейном турнире, посвященном 70-летию производственного объединения «Старт». Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует...